Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 февраля. Сегодня я буду сеять очередную волну томатов. Но перед тем, как начать сеять и рассказать вам, какие я сегодня буду сеять, почему именно вот в этих числах в середине февраля, я хочу показать вам все посевы, которые я сделала до этого в одном видео, и рассказать, почему сею я именно в эти даты и именно эти сорта. Вот первый посев у меня был 23 января. Вот эти томаты, я сейчас расскажу все о них, почему, как и что с ними на сегодняшний день. Первый посев томатов это для получения супер раннего урожая, для теплицы с двойным подогревом, грунт, греющий кабель, а воздух инфракрасные. Сею только толстоногие сорта, которые не вытягиваются в рассаде. Сею только свои домашние семена, которые не подведут и на которые я надеюсь. И вот я перечислила все, еще раз назовусь. Передон, москвич, буян желтый, буян красный, Ринет, Настенька, Демидов, челнок, клуша. И бета магазинная была у меня как бы на пробу. Хотела для расширения ассортимента еще один сорт найти, но она оказалась почему-то у меня не толстоногая. Или это пересорт, или может быть она, не знаю, может она каким-то чудом растолстеет. Взошли на пятый день они, и сегодня они у меня уже частично распекированы. Я вот показывала, как я делаю выборочную пекировку. То есть я через один ряд уже их выбрала. Вот они в стаканчиках, которые вытягиваются, пекировала раньше 6 февраля, а которые вот эти толстоногие не вытягиваются, распекировала 10 февраля. Ну это буквально вот дня два назад. Все, дальше сейчас следующий посев будем смотреть. На следующий день, 27 января, я посеяла первые перцы. Вот написано, лоток номер 2, 27, первый посев перца. Здесь есть и гладиатор, и рамира, те, которым нужен более длительный срок для созревания. Но есть и ранние сорта скороспелые. То есть здесь у меня вот смешанная посадка и для получения раннего урожая, и те, которые требуют наоборот длительного такого периода для созревания. Но все они все равно это посев для выращивания в теплице. Тут же совсем немножко, чуть-чуть у меня посеян баклажан. Вот это следующий посев 27 февраля. Как вы видите, томаты посеянные почти в один день с перцами уже распекированы, а перцы еще далеки до пикировки, совсем молодые. Вот следующий посев томатов. Это 29 января. Сейчас посмотрим, что это за томаты. Вот я написала, второй посев томатов, тоже для получения суперраннего урожая, для этой же теплицы, для теплицы с двойным подогревом, то есть грунт, греющий кабель, воздух инфракрасный. Но во вторую очередь я сею уже не толстоногие сорта, которые могут вытянуться. Поэтому посев немножко попозже. И во втором посеве я сею не только домашние семена, но и магазинные для расширения ассортимента. Тут у меня уже возможно, как я допускаю, что возможно будет и осечка. Вот видите, магазинные семена. Вот мне взошел рядок. Потом где-то еще совсем плохо. Но тут я уже не расстраиваюсь. Если этих мало взойдет, тогда значит больше будет высажено толстоногих. И вот здесь у меня сорта. Я сейчас так мельком покажу. Я уже показывала. Тут все вперемешку. Тут и ранние 83, и русские колокола. И что до лентяя. Вы видите, что какой-то магазинный, какой-то мой. Вот Дон Жуан магазинный. А потом осталось место вот здесь. Свой штамбовый засолочный воткнула. Но чтобы лоток был равномерно засеян. Вот этот Дон Жуан, который я взяла для расширения ассортимента, взошло всего полноценных 4. Короче, из пачки 4 семечка взошло. Но мне на развод этого достаточно будет. И смотрите, кто-то говорил мне, что писал, что чудо-лентяя толстоногая. Вот она, чудо-лентяя. Совсем он не толстоногий. Он такой тоненький, как былиночка. И все, короче, здесь все сорта, которые склонны вытягиванию. Поэтому я их сею позже. Вот это следующий был посев. Идем дальше. Вот очередной посев томатов. Это совсем уже другие томаты. Это вот у меня четвертый по счету лоток. 29 января. Это третий посев томатов. Это именно высокорослые, крупноплодные. Они для теплицы. Но это не для суперраннего урожая. Это массовый посев для данных условий. Обогреваемая теплица. То есть здесь у меня все крупники. Ботяня, пудовик, чудо-земли, любимый праздник, Вова Путин, король Лондон, орлиное сердце, русский богатырь. То есть все те, у которых и куст большой, и плоды крупные, и которые склонны к вытягиванию. Вот я над ними провожу экзекуцию. Так как у нас дома очень жарко, и они в первые дни после всхода вытянулись, повытянулись. Я их вчера поставила на холодный подоконник. Специально чуть-чуть щелку приоткрыла, потому что дома жарко. И видите, как у них ножки такие стали сиреневые, такие как синеватые. Видно, что им здесь холодновато, но зато они не будут вверх идти. Вот сейчас уже показывается по два листика. Скоро я их тоже буду пикировать. Вот это посев крупноплодных. Так, сейчас дальше будем смотреть. Ну и самые мои последние посевы, кто если помнит, это были 6 февраля, уже намного позже. Посев томатов высокорослых, крупноплодных для теплицы. Теплица простая, поликарбонатовая, без подогрева грунта, оборудована инфракрасным обогревателем. 6 февраля я сеяла. Я объясняла, почему я так сею. Вот отступала, отступала, отступала. Как я там высчитывала, все и рассказывала. Поэтому у меня получилось 6 февраля. И это все были экзотические всякие коллекционные, редкие сорта. Сеяла в два дня. Вот этот лоток 6 февраля. А следующий, вот этот, который поменьше всходы, 7 февраля. Как вы видите, чем дальше дата, тем мельче сеянцы. Сначала были крупные, потом средние. Сейчас вот совсем только-только эти вчера родились. Ну 6 февраля, сегодня 12, да, через 5 дней. А вот эти только сегодня вылазят. Все, вот это все, все посевы, которые у меня на сегодняшний день. Из сегодняшнего дня я начну посев томатов, которые можно назвать и массовым. Потому что сейчас теплиц много у всех. Для теплиц необогреваемых или для выращивания с временным укрытием в открытом грунте. Ну короче, еще не для открытого грунта, а для каких-то укрытий. Для пленочных, для стекленных теплиц. Там, где мы все-таки будем первое время их прикрывать. Но все-таки в середине февраля, у нас уже даже в сибирском регионе, очень многие начинают посев именно высокорослых, индотерминатных, крупноплодных, с поздним сроком созревания томатов. Сейчас уже нужно начинать сеять. Если вы будете их выращивать потом в теплице, или будете высаживать под какое-то временное укрытие. Вот сегодня я буду сеять, расскажу какие сорта выбрала, почему именно их, и как я высчитываю даты посева, почему выпадает именно на их числа. Все, до свидания.